Описание молитвы. То, как человек начнет совершать молитву, он должен выполнить все условия. Является сунной молиться перед преградой. Должен встать так, чтобы ноги были на уровне твоего тела. Смотреть надо всегда на то место, куда ты будешь делать сучуд. Начинаешь делать такбир и храма. Поднимаешь кисти на уровне плечей или же ушей. Потом ложишь правую руку на левую. Или же берешь, хватаешь на своей груди. Является желательным говорить два стихта. После этого произносит истиаду. Говорит бисмилля. Читает полностью суру Фатиха. Говорит амин после суры Фатиха. Желательным является после чтения суры Фатиха прочитать ее что-то из Курана. Потом говорит слова Аллаху Акбар. Поднимай руки. И совершает поясной поклон. Спина должна быть на одном уровне с головой. Не надо сгинать свои руки. Говорит Субхана Раби Аль-Азим. Желательным является говорить это больше одного раза. Как это пришло от пророка Салаласля. Как допустим говорить. То есть шейх упомянул те дуа, которые говорил пророк Салаллаху Алихи Асаляму, находясь в поясном поклоне. Потом, когда поднимается с поясного поклона, говорит слова Сами Аллаху Алиман Хамидов, чтобы их закончить до того, когда он встанет, при этом поднимая руки. После того, как уже встанет, говорит слова Сами Аллаху Акбар и падает ниц. Пальцы ног должны быть на земле. Локти не должны быть на земле. То есть вот так вот их ложить на землю нельзя. И точно так же нельзя поднимать ноги. Или ставить одну на другую. И точно так же не надо вот так вот сжиматься. Должен говорить в Суджуде своем. Желательным является говорить то, что пришло от пророка Салаллаху Алихи Асаляму из тех слов, которые он говорил в Суджуде. Потом говорит Аллаху Акбар и садится. Во всех своих молитвах должен свои ноги ставить вот таким вот образом. Исключением является то молитва, та молитва, в которой больше, чем один ташахуд, то есть больше двух ракатов, то в последнем ташахуде он сидит в такой вот позе. Это называется Тарабба. Является запретным сидеть таким вот образом. Если человек сидит между, садится, то есть после поднятия с первого Суджуда, то говорит слова Роббик Фирид. Потом совершает второй земной поклон. Потом встает. Если во втором ракате он совершит второй Суджуд, то садится. Сидится, садится для того, чтобы прочитать ташахуд. Считает слова Тахияту Илля и до конца. Если молитва состоит из трех или четырех ракатов, то прочитав ташахуд, он встает. Говорит слова Аллаху Акбар, поднимая руки. И совершает третий и четвертый ракат. После того, как совершает третий и четвертый ракат, садится для ташахуда. И таслим делает только головой. Некоторые люди поднимают таким образом голову. Или же вертят руками, поднимают руки, когда дает таслим. Или же плечи поворачивает во время. Когда заканчивает молитву. После пятикратных обязательных молитв он говорит те зикры, которые пришли от пророка Салава Аху Алисалям. Салава Аху Алисалям.